Вот это у нас справа черешня, а вот это слива, кабардинка. Вон какая крупнючая, уже поспевает. Она как бы это сорт ранний, в принципе можно ее и сейчас собирать, но мы подождем еще немножко, недавно только обработали инсектицидами от всяких там червячков и всего остального. Вот так вот сорвем, срывается не так легко, а это хорошо, потому что ветер тогда ее не снесет. И висеть она будет до того момента, как поспеет. Сейчас посмотрим, нет ли там червяков. Вот еще кабардинка тоже висит. А это стенлей, смотрите, тоже крупный какой. Вот он. Но это поздний сорт, это чернослив. Поздний сорт, она еще вот очень жесткая, зеленая, то есть где-то собирать будем, где-то в конце сентября будем собирать стенлей. Но тоже его нужно будет примерно через 10 дней обработать альфабеллом, либо B58 от насекомых, грозущих, сосущих. Вот до конца ряда это все у нас слива идет. Слива в этом году благо много, это конечно плюс. Черешня подвела, но слива не подвела. Смотрите какой большой экземпляр. Но еще все равно, то есть зеленая, дубовая, ее еще срвать рано. Она очень хорошо подходит для сушки. Когда эта слива созревает, мякоть внутри ей становится темно-коричневой и сладкой. И отличный чернослив с этого получается. Вот посмотрите, ни одного червя косточкой отделяется очень легко. Это вообще шикарно. Хоть она немножко недоспевшая, но она уже очень сочная, очень сладкая. Это вот именно сорт кабардинка уже почти поспел. Скоро можно собирать. Продолжение следует...